добрый вечер то есть в смысле привет всем и спасибо как всегда за то что пишите комментарии под моими монологами мне интересно их читать и я не люблю это потому что трачу очень много своего времени на чтение этих комментариев и на ответы на эти комментарии но это тоже как бы шутка так что пишите пишите это очень здорово очень интересно общение это всегда хорошо всегда хорошо любое общение ну это мне так кажется некоторые продолжают утверждать что собирание виниловых пластинок это пустое занятие нет скажу я вам совершенно не пустое но я не буду говорить про звук не буду говорить потому что спорить бессмысленно с теми кто предпочитает слушать разнообразное цифровое звучание во всех видах спорить бессмысленно бесполезно хотя почему нет лучше винил лучше звучит просто ребята ну лучше по всем статьям но и есть еще одна штука вот допустим у вас забит компьютер музыкой и вы думаете что бы послушать и я вас уверяю что огромное количество музыки проходит мимо почему потому что вы вспоминаете что-то в голове да послушаю-ка это послушка это и все все сразу вспомнить невозможно а когда открываешь шкаф начинаешь листать виниловые пластинки видишь конверты и бац находишь пластинку который не слушал года два оба на вот ну-ка я послушаю но это справедливо на самом деле потому что как как-то раз мы много-много лет назад с моим другом панкером обсуждали эту тему и панкер сказал вот зачем для чего нужно иметь много пластинок ну или много компакт дисков на полке ну вот для того же самому чтобы посмотреть на них а вот я послушаю вот это ну вы скажете что можно и в компьютере там обложки забить до смотреть выбирать но это же не так интересно куда интереснее взять в руки покрутить посмотреть что это такое спросите вы меня что это за прекрасная картинка прекрасная обложка наверное панк-рок какой-нибудь свинский нет что касается свинского панк-рока вот есть у меня кстати компакт диск пластинки виниловые нет к сожалению но про эту штуку я обязательно расскажу обязательно это мой старый товарищ к сожалению его нет физически с нами в этом мире но тем не менее все впереди так вот это удивительная группа которую не очень хорошо знают в нашей стране массы почему ее не знают я отвечу не могу объяснить этого не знаю неисповедимы пути попадания рок-музыки в советскую россию и не в советскую россию тоже абсолютно непонятно каким образом та или иная группа становилась у нас популярной почему у нас популярны группы которые являются там я не знаю третьим четвертым эшелоном в принципе мировой музыки или с другой стороны группы которые действительно хороши они куда-то не то чтобы проваливаются как-то так находятся опять-таки на втором третьем там плане со уровня сознания у у масс я не грела всех я говорю о массах то есть обо всех ну конечно нет конечно это все я утребую так вот группа мэн называется группа из уэльса мэн это второй альбом группа мэн первого у меня к сожалению нет первый назывался ревелейшн называется то есть ревелейшн вышел он кажется в шестьдесят девятом году если мне память не изменяет группа образовалась шестьдесят восьмом путем слияния музыкантов из двух коллективов один из которой один из которых занимался таким west coast музыкой то есть легкими такими рок-песнями с вокальными гармониями расширенными а другой специализировался на так называемой психоделической музыки но и те и другие музыканты любили группу quicksilver messenger service которую многие из тех кто смотрит эти ролики любят я знаю по комментариям но я до нее дойду когда-нибудь и была собрана группа под названием мэн как я уже говорил это вторая пластинка которая вышла в шестьдесят девятом уже году и обложка это которая показывала она не оригинальная это немецкое издание и в германии альбом вышел вот с такой обложкой почему я не могу объяснить потому что но обложка вообще не соответствует содержанию совершенно пластинка называется две унции пластика здоровье посередине ту оса в пластик вы до холлэнда middle ну то есть винилая пластинка да почему вот эта свинья изображена здесь на немецком издании я не понимаю ну оригинальную обложку вы можете найти в сети увидеть вот эти вот эти самые две унции и что это за музыка что это за группа во-первых но на эту группу я иногда подсаживаюсь что называется и слушаю ну неделю просто гоняю все пластинка этой группы потому что настолько она интересно разнообразно музыкально и настолько у меня очень мало пластинок мэн на самом деле и куда как больше куда как больше ну не буду показывать все неважно просто похвастался и все вот так вот это с одной стороны с одной стороны это для тех кто любит пластинки pink floyd medal и atom hard mother например я сейчас говорю о двух пластинках а второй и третий вот эти две унции пластика здоровье посередине и третья пластинка семидесятом году она вышла называется man просто man 1970 так вот это для тех кто любит я уже сказал что и здесь музыка чуть-чуть в том же ключе что называется только на мой взгляд гораздо лучше потому что техническое мастерство и технический уровень музыкантов man я очень извиняюсь но конечно выше значительно на несколько порядков наверно выше чем технический уровень музыкантов группы pink floyd но это как бы тут объяснять нечего это любой музыкант это как бы слышит и и скажет проект другое дело там звук студия все вот это вот вот это вот такие вот вот эти штучки сопутствующие это да но что касается игры непосредственно тут момент конечно уберет мгновенно что и происходило потому что концерты группы man в англии проходили вместе с группой chicago в то время а chicago это ох какая убойная да компания а в германии был тур группы man и они смели со сцены просто смели со сцены такие ансамбли как есть такие ансамбли как софт машин и такой ансамбль мой любимый как фэмили то есть можно понять что за уровень у этих парней если есть фэмили и эти самые кого там еще назвал софт машин были просто сметены эти ребята дали джазу настоящего джазу в смысле хорошей музыки и я могу сказать что поставьте вот эти две унции пластика с другой посередине найдите где-нибудь или купить пластинку просто лучше и не оторваться просто не оторваться на первой стороне прелюдия the storm и третья вещь it is as it must be it is as it must be it is as it must be здравствуй вот это та музыка которую стремились игра и всегда играть pink floyd но у них не очень получалось а здесь получилось здесь все и и и вот это самое психоделия и гитарные невероятные какие-то космические ходы и духовые чуть-чуть просвечиваются и синтезаторы и потусторонние звуки и голоса неземные и хор и одноголосое пение и смена гармонии и самое главное музыка не просто набор какой-то всего до такого а конкретная музыкальная пьеса собственно две пьесы вот прелюдия и the storm как как одно целое очень длинная такая штука и просто вот я не знаю it and dream и pink floyd и все вот это их оквент и все это вместе и удивительно легко мэн они отличаются тем что музыка их она при плотности здесь очень много тяжелой гитары дальше на второй стороне например с панк-бокс там это просто тяжеляк с блюзовым рифом там я не знаю что да собственно и третья вещь на первой стороне вот это и тыс as it must be жутко тяжелая вещь но играет мэн все везде и всегда очень легко и как бы играючи играют играючи и никакого напряга так виртуозно так не скажу что весело ну как-то задорно несмотря на то что мини минорные построения такие красивые печальные временами временами злобные но очень легко и задорно все это сделано при этом медленно круто и грандиозно вот так такое вот вот так вот все просто не оторваться совсем с панк-боксом на второй стороне тяжелая блюзовая гитарная история с клавишами тоже с клавишами тоже вдруг в середине всеми ну они наверно не стали так сверх популярны как пинг флойд те же самые потому что во первых не было таких харизматичных лидеров как например там дэвид гилморда красавец китара а во вторых они играли очень много музыки и очень много хотели сыграть сразу всего если первая сторона она вот такая таинственно парящая то вторая совсем другая вот этот самый спанк-бокс тяжелый блюзовый риф очень сложно обыгранный со всех сторон не пугайтесь слова блюзовый это просто риф в середине начинается неистовый вокал бешеный сумасшедший такой привет франку запи немножко потом вдруг квази классические такие построения фортепьяные по и опять спанк-бокс переходим в это самое рубилово ну и дальше две песни очень странно рок-н-ролльные ну рок-н-ролльные в том аспекте в котором в том стиле в котором играет мэн то есть это не не просто так там рок-н-ролл это очень серьезный психоделический рок-н-ролл ну квиксела мессенджер сервис можно вспомнить и последняя вещь бада элмент брадо элмент ретон white stripe tent еще более шизофреническая чем спанк-бокс тоже около блюзовый риф и столько какого-то фьюжн джаз-рока без духовых при этом накручена туда но не грузящего очень интересно все это слушать ну если кто любит там такую музыку как джентл джайант например king crimson то здесь все в порядке на ухо ложится легко приятно и интересно и будоражит сознание что кайфово второй альбом 70 года это как раз то время когда группа играла вместе с с софт машин и фэмили и когда она их подвинула со сцены здесь еще более интересно чем на этом альбоме на мой взгляд я и вот этот люблю гораздо больше потому что он уже такой какой-то состоявшийся устоявшиеся ромэйн первая вещь просто одна из любимых она одновременно и тяжелая и гитарная и сложная и доходчивая и простая и зверская абсолютно и очень закрученная что не мешает или легко воспринимать очень здорово country гелл вторая песня тяжелый кантри неожиданно но это привет тем самым quicksilver messenger service great full dead и американской психоделической музыки а вот потом третий номер под названием will the christians wait the will the christians wait five minutes the lions are having a draw 13 минут еще одно широкомасштабное психоделическое полотно невероятной красоты потрясающей глубины и адского ума и при этом легкая легкая доходчивая как вся музыка мэн я уже говорил про это на второй стороне daughter of the fireplace пятиминутное полотно традиционно уже для второй стороны тяжелая гитарная история со своими сумасшедшим коми и главное произведение на альбоме и главная наверное музыка мэн 70-х начало 70-х годов алкемист 20 минут 41 секунда гораздо лучше гораздо проще и понятнее чем софт-машин гораздо сложнее интереснее чем pink floyd гораздо менее многословно чем yes и гораздо глубже чем вся наверное так называемая психоделическая музыка семидесятого года вот такая история вот так вот словилась никого я при этом не обижаю никого не обижаю я излагаю излагаю свое мнение потому что я слушал и то и другое 3 5 10 сравнило просто послушайте сами алкемист мэн 70-й год третий альбом что касается следующих вещей это требует отдельного вообще разговора одна из моих любимых пластинок это вот этот back into the future двойник 73 года вот такой красавец мощнейший альбом и здесь мэн ушли в сторону наверное вышиба дэш расширенная гитарная импровизация при этом уже не психоделические а ближе к прямому року но очень интересные очень интересные так что все впереди я прощаюсь совсем ненадолго но я пойду пить а потом вернусь пока а